Добрый день! Меня зовут Воронков Антон, я представитель компании MyGity. Мы находимся в Новосибирске уже более 10 лет, занимаемся смазочными материалами, запчастями и присадками в том числе. Все наши контакты и наши данные находятся в описании к этому видео. Пролистите страницу вниз и увидите все наши телефоны, ICQ, WhatsApp и так далее. Можете связаться в любое время со мной лично, для того, чтобы уточнить какие-то вопросы касаемо этого видео, либо чего-то другого. Сегодняшнее видео будет коротким, оно посвящено присадкам форума. Я вам расскажу чистые факты, без домыслов, фантазии, а выводы сделайте сами для себя. Что такое присадки вообще? Плацебо это или действующие реально сложно химические формулы, которые помогают избавиться от многих проблем автомобиля? Я посвящу обязательно этому отдельное видео, оно будет длинным, большим, потому что без этого, ну к сожалению, никак. А сейчас у нас речь идет конкретно о присадке форума, мы поговорим только о ней и кто ее сделал, до чего она состоит и что из себя представляет. Ну все, сейчас придется немножко вспомнить химию. Форум это аббревиатура сокращения от слов фторорганический ультрадисперсный материал. Вот так примерно это выглядит, слово, если разобрать его по слогам. Вещество, которое находится в основе этого продукта, поле, тетра, фтор и тилен. Вот так вот выглядит его формула. В России это вещество известно давно как фторопласт-4, за рубежом это более известное было вещество как тефлон. Это все родственные между собой вещества, они примерно одинаково по составу. Основной фактор, на котором построена вся маркетинговая политика корпорации Влад Форум, который производит пересадки форума, это уникальное свойство данного материала, таропласт. Это самый скользкий материал в мире. То есть ничего более скользкого в мире не существует. Это самый скользкий материал. Это самый скользкий материал, к тому же материал, который может выдерживать кратковременно высокие температуры на температурные режимы до 500 градусов. При этом пленка остается стабильной. Но это в кратковременном режиме. Обычно в рабочем режиме 400-450 градусов выдерживает пленка. И обладает хорошей химической стабильностью. Бараншот, который как основа используется во всех, без исключения при садках форума, произведенный, использует тетра, фтор и тилена методом измельчения при экстремально низких температурах. При такой типовой обработке величина частиц, которая получается в итоге, равняется 50 микронам. Это очень большие величины, потому что размер пор масляного фильтра, к примеру, около 27 микрон. То есть такой состав, попадая в двигатель или в любой другой агрегат, содержащий фильтрующие элементы, сразу же забивает всю систему фильтра, масляный канал, даже возможно. И к вам в гости приходит петилапый пес песец. Александр Цветников, российский химик-изобретатель, работая с полимерами фторопластами, добился размера этой частицы в 1 микрон. А это уже достаточно приемлемая величина для того, чтобы использовать его в агрегатах безбоязненно. Есть очень много патентов, есть очень много результатов химических и физических испытаний, которые размещены на сайте Владфорума. Это все подтвержденные документы, вы можете ознакомиться с ними в свободном абсолютно доступе, находятся они на сайте Владфорума. А в описании к этому видео есть ссылка на этот сайт. Посмотрите, ознакомьтесь, если кто-то из сих пор скептически настроен, может быть это переубедит их. Вот, видите, хорошо заметен такой порошкообразный осадок, который находится на дне. По сути, все эти бутылочки Форума это один и тот же продукт порошкообразный, который засыпан в разные маслоносители, для того, чтобы лучше смешивать с различными агрегатами, в которых он будет использован. То есть, моторное масло заливается, продукт, который смешан с моторным маслом, в трансмиссионном, в АКПП соответствуется универсальным маслом, с базовым. И да, ребята, не забывайте, что Форума это суспензия. Для тех, кто немножко подзабыл о химию, это неоднородный состав. Перед употреблением его обязательном порядке нужно сбалтывать. Обязательно, это очень важно, не забывайте про это. Ну все, давайте подытожим. Плюсы. Это самый скользкий в мире материал, который действительно образует пленку на трещущихся деталях. Второе. Его используют давно в российском ВПК, военно-промышленном комплексе. Третье. Это проверенный временем состав. Он выпускается уже очень давно. Четвертое. Относительно низкая цена на уровне других аналогов. Пятое. Это химически не агрессивный состав к сальникам, уплотнителям и прокладкам. Минусы. Первое. Решает очень узкий круг задач, связанных с понижением трения, с модификацией трения. В основных узлах это двигатель, трансмиссия, КПП. Только лишь снижает трение. Второе. Этот материал образует дополнительный слой на трещущихся деталях, что мешает теплоотводу. Это тонкий, но дополнительный слой. Третье. Продукт ничего не восстанавливает. Но надо отдать должное. Он не для этого предназначен. Но он не восстанавливает ничего. Это не его задача. Четвертое. Недлаговечность образующейся пленки. При своей термической и химической стабильности, она все-таки подвержена стиранию. И при каждой замене масла вам необходимо заливать еще раз этот продукт для продления эффекта. Ну все. Давайте резюмировать. Покупая присадку формы, покупаете снижающий трение материала. Это модификатор трения. Это антифрикционная присадка. С этим она справляется на 5. Все остальные свойства, которые кто-либо ему приписывает, это миф и неправда. Еще пару слов. Если ваш двигатель, либо другой любой агрегат в вашем автомобиле, изношен до критического значения, никакие присадки вообще вам не помогут. Можете даже не покупать их, не тратить на это деньги. Помогут только уже хирургическое вмешательство двигателя. Поэтому всегда применяйте превентивные меры. Меняйте фильтры, меняйте масла, меняйте жидкости. Не забывайте об этом. Поставьте себе график, запишите его и следуйте ему обязательно. И все будет у вас в порядке. Вы будете счастливы. Все. Всем спасибо. Надеюсь, что вам видео понравилось и было полезным. Всего хорошего. Встретимся в следующем видео с вами. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok